Глории недавно исполнилось 7 лет. Хозяйка ласково называет ее Глашей. Валерия Ганина занимается конным спортом всего два года. Опыт по сравнению с ее соперниками небольшой, но это не мешает спортсменке занимать призовые места. Сегодня в региональных соревнованиях по выездке среди детей она показывает лучший результат. Мы с ней уже практически год. На всех соревнованиях мы показываем достаточно хорошие результаты. Я сейчас занимаюсь очень хорошим тренером, который мне много дает, который дает мне и моей лошади знания, которые нам пригождаются в ездах. Заниматься аристократичным видом спорта начинают с самого детства. Мария Калашникова впервые села на лошадь в 7 лет, а мечтать об этом начала еще раньше. Я любила лошадей с самого детства. У меня были игрушки, не кукла, а именно лошади. И как-то раз я пошла вот сюда в пассаж, хотела заниматься на лошадях, но мне сказали то, что еще очень рано и надо тренироваться только на понях. Я не хотела на понях, я хотела только на взрослых лошадях. Поэтому мне пришлось ждать до 7 лет. И вот когда мне сплошь 7 лет, я пошла сюда и села впервые на лошадь. Сегодня перед судейством юные всадники соревнуются в выездке. Это один из самых элегантных видов конного спорта. Он относится к высшей школе верховой езды. Главная задача спортсмена продемонстрировать судьям максимальное взаимодействие со своей лошадью. Если сторонний человек, не знающий специфику, смотрит и ему кажется, что спортсмен ничего не делает, сидит на лошади и просто так едет по схеме. Вот это наилучшая, скажем так, цель выездки. Когда средства управления становятся незаметными. Лошадь беспрекословно, внимательно и послушно выполняет команды, двигается по задной траектории. И все переходы и все упражнения кажутся такими легкими и неперенужденными. Соревнования в начале сезона самые волнительные. Спортсмены возвращаются на открытый грунт после долгого зимнего перерыва. На то, чтобы привыкнуть к выступлениям в открытом пространстве, понадобится время. Отсутствие практики сказывается на результатах, особенно юных всадников. Одно дело, когда всадник находится с тренером, вместе работают лошадь. И когда всадник выезжает на боевое поле, они, конечно, особенно юные всадники, немножко теряются и, конечно, показывают не те результаты, которые бы хотелось. После детской категории на Маниш выходят юноши и юниоры из сборных команд Нижегородской области. Соревнования для них – часть подготовки к первенству России. Отстаивать честь региона в Москве они будут с 1 по 4 мая. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний.